Вратари все андрюхи терпят. Если бы это все было, то я бы не думал. Как их можно любить, если я иду, и он мне в лоб. Я не хочу называть цифры, честно. Какой вирус, типа, Селисович? Евро в самом разгаре и каждый день проходит по несколько матчей. Это идеальное время для того, чтобы собирать качественные, надежные экспрессы. И, кстати, всем, кто делает это на париматче, у вас есть возможность выиграть целый биткоин. И, как всегда, по ссылке в первом закрепленном комментарии бонус 2,5 тысячи гривен. Переходите в первый закрепленный комментарий и получайте бонус. От души в душу. Так что случилось? Каждый сезон нормально вроде было, так стабильненько. Но стабильненько было плохо. В этом сезоне получше. Перед этим сезоном я сказал, 10 забить надо. Хорошие партнеры, пасы хорошие бьют. Пацаны, вообще здорово как-то. В этом сезоне реально много хороших передач было. Все, я думаю, этот сезон хороший. Фар, думай, больше. Честно. Не, ну как? Ну, получалось забивать, но фар же тоже заслужительно. Мы мало, знаешь, где создаем комбинацию, прям комбинационная. Какая-то атака там. Больше из ошибок соперника все происходит. Ну, то же самое с шахтой. Там, ждал мяч Валера Бонды. Там, с Александрией подсказнулся Бондаренко Валера. Ну, это такое бывает. Но это один на один все равно забить еще надо. Конечно. Но это футбол с ошибок все связывается. По чуть-чуть было. Да вы ржали. Я там ему говорил, что вратари все Андрюхи терпили. Андрюха Пятов, Андрюха Панкев. Андрюха Ризных, блядь. Все Андрюхи. Я и целого. Я захоронил 7 милиц. Сколько захороните вы? Андрюха Пятов, Андрюха Панкев. Жора Бущан, Толя Трубин. Ну, бывает. Ну, что, чуть-чуть, понял? Быстро ходил. Он, что быстро, понял, разоваривает. Понял, понял, понял. Да, блядь. Человек показывал свои эмоции. Наоборот, это же хорошо. Он получил заряд, я уверен. Главное, что вам парень хороший. Я тебе могу сказать, почему ты не в сборную? Я же не решаю. Честно ждал. Но тренер решил других футболистов взять. Это нормально. Но я отнесся вообще нормально. Потому что он считает тех футболистов на данный момент сильнее. Андрей Николаевич говорил, что должны играть в Еврокубках. Команды. Ну, не знаю. Но если, ну, мое мнение, то, что, допустим, с первой хотя бы там пятерки, шесть. Вообще, из всего чемпионата с какой-то другой командой человек должен. Один вот добых, да, по-моему, из Днепра. Ты общался на эту тему с Максимом? Ну, как общался, так. Он был тоже немного расстроен. Ну, и зол, так можно сказать, то, что мы вызываем. Я считаю, что он вызвал хороших нападающих. Хороших. Я же говорю, я не могу. Ну, только удачи пожелать. Да, как? Ну, одиннадцать. Молодец. Я нормальный в математике. 8,24, да, 7,4, 11. Не, я в математике нормальный, серьезно. Да, я не знаю, я раньше всегда на тренировках всегда прыгал через себя, бил там. Ну, так, блин, перди дал. Ну, как говорится, с говно конфетку сделал. Ну, он говорит, что у него передача топовая. Не, хорошая, правда, так удобненько. Все, ну, вышло так здорово. Конечно, немного чуть встряхнулся потом. Туги не сравнивают. В шахте там есть у кого бюджет всей команды за месяц. Ну, образно ворска. Я думаю, в шахте у одного, там, кто давно там подписывал. Бразильц, там, кто получает одни самую большую, это в месяц-полтай. Ну, я имею в виду вся команда. То есть бюджет всей команды вместе с массажистами, докторами и всеми работниками. Ну, примерно так. Футбольный? Наверное, прошлый год. Не, не позапрошлый. Да, я тогда ушел в Александрию. Полгода пропустил, спокойненько. Уехал в Венгрию, поиграл два месяца и опять сделал операцию. Ну, я год, ну, практически без убога. Хотя тогда мы, когда с ворска в Лиге Европы поиграли, ну, просто чуть-чуть голову задурил. Ну, как-то понадеялся. И разговоры были с хорошими командами тогда после ворска. Хотя я мог ворска и оставаться. Ну, разговор с Карабахом, допустим, был разговор. Вообще, когда мы против них играли, ну, видно была какая команда. Как-то они, ну, сначала нормально, потом затягивалось все это. Ну, а я все равно верил, знаешь, как будто. И все. А говорю ворску, ну, я уже сказал, что я не вернусь ворску как-то. Ну, сам себе вот накрутил. И все. Ну, меня звали обратно. И в Александрию я сказал, что точно я не пойду в другую команду в Украине. Потом приезжал на сборах к пацанам ворсле. Все говорили, и Сачко, Викторович говорил, возвращайся. И Дмитриевич, Иван Дмитриевич Балан. И пацаны, говорят, не лезь, возвращайся, все. Хоть уже сборы, конец сбора был. Говорит, ничего страшного, мы тебя все знаем, две недели наберешь форму. Ну, а я все равно. И еще хуже поехал бы в Александрию. Так, конечно, я не знаю, каким тупым было бы. Не в обиду Александрию, там, пацаны, хороший коллектив, да. Но все остальное, как бы, не. Ну, предложение пришло в Венгрию. Я вообще не собирался. Оно просто, кому-то так решилось за три дня. Вот предложение пришло, как раз, Вадику Шаблию. Пришло предложение, он говорит, а мы вместе, как раз, едели в Киеве. Я с дублем Шахтера тренировался, набирал форму. Он говорит, вот такая. Я говорю, я еду. Ну, я даже не смотрел ни зарплату, вообще не начал. Ты знаешь, в Википедии там мониторят, что это, где, как. Будапеште, гон вид команды, как бы, я слышал. И я не узнал, какая зарплата, что. Когда зарплату сказал, в принципе, так же к Украине, поэтому. То есть я рад был туда, честно. Там база супер, топ вообще была. Просто немного, я тогда в Шахтере на контракте был еще. Сначала подписал там полноценный контракт, но Шахтер передумал, отпустил в аренду меня только. Ну, и это спасибо, я вам хочу сказать, потому что я вернулся сейчас в Ворску и стал лучшим бомбардир. А если бы там ушел бы, может, мало ли, как там бы сложилось, я не знаю. Что, у меня контракт еще до конца июня, что? Я игрок в Ворск. Ничего пока, не знаю. Сейчас отдыхаю, ну подожди, да, отдохну. Что, не отдохну? Серьезно говорю, я не знаю, что будет дальше. Я сейчас отдыхаю, в Ворск собирается 18 числа, я думаю, что я приеду на сбор и там... Мы пообщались, мы разговаривали с руководством, сказали, что в течение или отпуска все решим, или после сбора команды. Все, то есть у нас никаких разоборов. Ухожу я точно, не ухожу, остаюсь, не остаюсь, такого не было. У меня есть контракт еще, но до конца июня, поэтому... А Динамо есть? Ну, понимаешь, если бы оно было конкретно, это, думаю, уже везде бы все знали. То есть, ну, нет. Я не говорю то, что там какие-то разоборы, да, я тебе тоже слышу разоборы, но это не больше это. Ты улыбаешься, а я улыбаюсь. Нет, не больно, ну, серьезно. Я думаю, если бы это все было, я бы не думал. Да, наверное, изначально, даже вот когда я в шатерии был, когда он только начинал свою деятельность, много футболистов подписал молодых. Со многими, может, дружеские больше отношения. Ну, у меня, например, с ним, мы больше как дружеские отношения, потому что я с отцом общаюсь хорошо, все. Мы просто знаем друг друга уже, ну, лет 10, наверное. Мы не сразу подписали, он приезжал на базу, то есть он еще вообще сырой был, в Донецке еще. Приезжал на базу, да, мы узнали, а ты знаешь, когда в 16 лет, хоть бы подписал, там, знаешь. Все равно, ну, блин, молодой, когда знаешь. Ну, наоборот, сейчас-то кто-то говорит, много таких и тренинг, которые, да нафиг, вон, те агенты, там. А тогда, ну, хоть бы, ну, как-то вот пошло, мы общались. Железная леди? Ты, наверное, с этим? Смарова какого-то? Я не знаю. Серьезно. Железная леди. Не знаю. Жена железного человека? Да. Ха-ха-ха. Робокопов. А, это в Киевиш, блин. Киевиш? Нет? Какая железная леди? Путай, путай, путай. Да там есть, нет. Нет, подожди. Железная леди. Что-то я перепутал. Там, бля, железная леди. А то я попросил. Не знаю. Подожди. Да, может? Может, Киев это быть или нет? Связано с Киевом или нет? Ясно. Тогда я не буду ничего говорить. Ну, я так, честно, раньше, ну, так можно было сделать. Раньше. Последние года два, наверное, я спокойно ко всему отношусь. Ну, не всегда. Бываю эмоционально, и все, ну... Чтобы так, какой-то ситуации именно, я не знаю. В Донецке, когда были вот это, в дубле молодой, я ходил по клубу, знаешь, иду так. Толкнул кого-то. Слышь, ты что, что толкаешь? Сам же я толкаю. Я говорю, а я-то с пацанами, знаешь, типа... Толкаю чудака, он поворачивается, типа... Я говорю, что ты меня толкаешь? И сразу же ему это говорю. Ну, короче, находил. Не, ну, все-все получал. Приходил с бланшами, играем игру. Приходим, теория у нас на следующий день. Ну, мы с пацанами сходили в клубец. А у нас просто теория была. Я такой сижу, игра с металлургом была. А там момент был в игре такой. Я же думаю, ну, все-все получил уже, знаешь. Она же сказала, что в игре. Что мне Сири Александр сейчас скажет? Ну, ё-моё, это ж... Я прихожу, сижу, что ж не увидел, знаешь, там... Где-то это вот так. Сижу, сижу. Сири Александрович, так, типа... А что у тебя... Ты что, на вирусе получил? Я такой... Таня, какой вирус, типа, Сири Александрович? Это в игре. В игре? Ну, давай. А он, Сири Александрович, если его еще надурить, что-то... Пытаешься. Тапки слетят у тебя точно, знаешь. Мы, короче, момент... Смотрим, смотрим. О! Я говорю, вот этот момент. А там, короче, просто борьба у нас была с чудаком. Блядь, ну, я что-то затупил, не увидел, что это с этой стороны. Обланш с этой, понимаете? Я такой, о-о-о! Такой смотри, шо? Ты... А ну, мотай назад. А ну, иди сюда. Я встаю, такой, он говорит, слышь, ты полудурок. Как ты можешь прыгать этим плечом, а бланш с этой стороны по... Такой стою, думаю, блин, Сири Александрович, давай не рассказывай. Ему кто-то уже сказал. Я не понял, штрафовал, не, ну... Ну, получил я нормально, он тогда злой на меня очень был. Вот это... Пауки... Змеи... Серьезно, таракан, фу, я ненавижу. Не, серьезно, я фу, я не... Не, ну, жуки, некоторых я могу там еще. А недавно, позавчера иду, блин, влопнет. Ну, как их можно любить, если я иду, и у меня в лоб, блин. Бежал с другом на Хортице, в этом, в Запорожье, когда был. Ну, так же в отпуске, по-моему, побегать пошли. А там же змеи много на Хортице, ну, вроде как. И мы бежим, короче, ну, реально, я-то, ну, уже там видел каких-то, знаешь. А это бежим, бежим. И такая, ну, реально, вот, блин, здоровая. Вот, ну, серьезно, я просто останавливаюсь, ну, знаешь, вот так, этот... Тут трава такая, заползает головой туда. Ну, я метров пять стою, наверное. Заползает головой туда, и все, и хвост, знаешь, как раз за этот. Ну, я уже ближе подхожу. Ну, она, я не знаю, или дурная, или умная, я не знаю, понял? Разворачивается и головой обратно. Ну, я и по тапкам дал, понял, слетели чуть. Я убежал. Потом бежим, знаешь, там много корях, он у меня постоянно. Ну, блин, смотри, аккуратно, я в этот, в кусты, там, знаешь, падал миллион раз. Ну, боюсь, правда, это ужас вообще. Ну, бывало. Ну, сталь распалась команда. Там тоже немного должны были. Вот, и там, в Турции, тоже чуть там своя история. Были задержки, хотя премия была. Я не хочу называть цифру, честно, какая там была премия. Мы вылетали, и последние пять игр, какая премия. Ну, я не хочу тебя, ну, это с ума просто, с этим. В Украине это только за Лигу Чемпионов можно. Это на одну игру премия была. Ну, я, как можно зарплату не платить, такие премии давать. Премия за обычную игру была, мы на последнем месте. А за последние пять игр еще умножь эту на четыре. Премия была больше десяти тысяч долларов за игру? Да, больше, намного. Мы последнее место. Последние пять игр, чтобы спастись. Чтобы мы спаслись, вот такую премию давали. Но зарплату не давали. Ну, так. А сколько вы так на игру выиграли? Мы не вышли. С этих игр одну нечуток. То есть вам давали за выигрыш тридцать тысяч долларов каждому, а вы, блядь, даже не... Пацан, мало посчитали. Да, сейчас, ну вот, там, не в обиду им, но Шахтер в этом году был, наверное, такой один из самых за последние лет десять, такой нестабильный. И, скорее всего, так. Ну, реально, много игр так. Раньше Шахтер выходишь, ты думаешь, как бы доворот дойти. Ну, правда, сейчас каждая команда против них создает момент. Я думаю, что такой сезон не сильно удачный для них был. И правда. И не только по результатам, как они закончили, а вообще и по игре. Я знаю. ВВП. Это связано с бюджетом, наверное, в стране, что-то такое. Думаю, я не могу сейчас расшифровать. Ну, это связано с населением или бюджетом в стране? Или в городе в стране? Ну, я читал, не знаю, в Википедии, вот честно. ВВП было. Это, ну, какой-то коэффициент, там, процент чего-то или... Блин, ну... Внутренний военный подразделил? Блин, ну я не могу... Ну, я не могу расшифровать. Короче, лежат львица и лев отдыхают на лужайке. Типа, подбегает, леща льву, бам, и убегает, короче. Такой думает, ну, ладно. Второй день, леща дал, и заяц убегает обратно. А лев лежит себе, ему пофиг, типа. Третий день, бам, леща льву, типа, убегает. Лев сидит, все спокойно. Львица говорит, слышь, ты, ну, чокнутый, говорит. Чего ты за ним не бежишь? Он же тебе лещи тут дает. А, ты побеги, узнай же, говорит львица. Следующий день, бам, лещать дает, и львица за ним бежит. Не лев, а львица за ним бежит, бежит там. Львица за ним гонится. Он, бам, в трубу заяц такой заскочил. Львица за ним, бам, и застрял. Ну, заяц с обратной стороны, бам, чпокнул ее там. Возвращается львица грустная, коль вот такая. А лев, че, к трубе водил? Ребят, я пришел к вам с подарочками. Тот, кто ответит на мой вопрос, получит вот замечательные мягенькие сувенирчики. Мой вопрос такой. Каким вторым именем меня называли в Орске? Свои ответы вы пишите в комментариях. И обязательно условия подписка на канал От души в душу. Среди всех правильных ответов, случайным образом, мы выберем победителя. Влад Кулыч, От души в душу. От души в душу!